только загрузка идет да я тимбан рейдинг тимбан да я тимбан чатик залога столов ну чтож вернемся мы в игру так чекнем заодно все ли нормально у нас вот пока ноль дропов действительно пока не доходят до замесов пока не повышается битрейт у нас тут уже на пик или на бане ли так первым баном был инвокер забанили профита у нас команды с форью играют против с кем же играют из фу ю дай мне бог памяти нотбет как раз по моему нотбет забанили бруду забанили night stalker с форью и сладар последним баном интересно почему не хотят видеть сладару нотбет может быть это опять реки у них дарксир первым пиком забанен антимаг последним интересно нотбет что продемонстрирует они с дарксиром и и и и леча контрпик вытес форью против дарксира но возможно чтобы дарксиру в комбуне взяли как раз таки леча сам по себе лично но так неплохо динамансер лить что-то мне это напоминает по мы сегодня мы уже это видели может быть даже не раз но дарксир тайц тоже интересная тема конечно в коем случае operation берут также но дуб это и это первая пара сегодня насколько я помню в банах он был достаточно часто но не так у нас вроде как появился стрим до появился стрим ура 240 человек все климы надеюсь слагать не будет очень надеюсь на этом если до сих пор нас не поднимается порно посмотрим что против operation надумают сейчас с форью гранат берут но это не против operation скорее просто пик и посмотрите второй уже бан реки бан хорош обратите внимание not bad забанили баунти хантера героя который обладает еще одним вариантом просветки с ульты он также светят как сладар несколько меньшей дэмэдж суммарно входит за счет того что не такой большой штраф по броне идет но у сладара естественно штраф большего никакого золотого преимущества воет бан это хорошо потому что банить войду когда есть operation это правильно но это obsidian destroyer и это первый дестройер которого я вижу посмотрим на x бане также obsidian destroyer один из мощнейших кэри но тут он называется не obsidian destroyer out world destroyer то есть потусторонний дестройер только у меня звук на все нихера не слышно ну возможно но есть такая тема да я уже говорил что собираюсь скоро приобрести новую видео к звуковую карту который у меня в данный момент вообще нет и будет все окей но сейчас немножко тиховато но как правило есть уж все на максимум вывернуть будет достаточно хорошо слышно лично у меня самого себя я слышу более чем хорошо когда колонки на максимуме максимум в плеере я бы даже сказал слишком хорошо приходится убавлять и венга последним пиком у нас от команды но от бэд пугна пугна конечно который ни в коем степени destroyer не страшен несмотря ни на какие астралы и все что destroyer сможет с ней сделать это выжигать ультом ману ну конечно с руки урон там будет совершенно потрясающий все равно у destroyer тем не менее пугна это хороший выбор изгонять destroyer в астрал с помощью decrepify и как я еще раз говорю сколько бы destroyer не пыжился но в начале игры возможно но если это будет под конец игры чтобы у него там не было все равно с пугно ему очень и очень сложно в плане ульта и убить ее ультом будет практически нереально но потому что существенный дэмэдж по существенная прибавка к нт и несущественный дэмэдж будет те стороны носить посмотрим на дестором что вообще это из себя такое представляет он давно не видел если категорически не хочет прогружаться видим какой-то наплыв посетителей мирана последним пиком будет интересное противостояние вообще еще не видел destroyer именно вот в таких но хотя это и непрофессиональный турнир среди скажем так free for play любой может играть но тем не менее дестора еще не видел я буквально на несколько секунд отойду потому что лучше это сделаю сейчас чем потом тут же вернусь поставлю пока направленную камеру чтобы ничего не пропустили вы не пропустили вы Продолжение следует... Продолжение следует... Дестер пошел мид против Пугнын. Вот противостояние двух таких героев с очень большим параметром интеллекта, с очень хорошей прибавкой. У Дестроера, по-моему, там 3 и 3 идет, Пугнын четверка, ну и базовый тоже, конечно, очень неплохой. Виномансер, Лич, Парейшн в трипле на сложный против, да, с Вингой. Вот такая вот у нас интересная связка против Мирана, Виномансера и, соответственно, Лича. Уже не в первый раз вижу я Вингу и Мирану в такой вот дуэли между собой и не всегда далеко Мираню удается выходить победительницей. Ну, Мирана, естественно, будет исполняться в кэри, в стандартный пилд. Винга пока не знаю, пока не сказать, что она прям пытается как-то фармить, скорее просто этот триплан напрягает триплу оппонента, более того. На самом деле, Парейшн, Тайт и Винга, ну, не сказал бы, что прям так сильнее, чем Виномансер и Лич. Все-таки милки у тех и у тех очень серьезные. Куча, это Парейшн, тысячечку, Виномансер, ну, так. Друг друга харасит, по минимуму, но ничего серьезного. Дестройер же фармит, раскачивается он через Ауру Астрал. Все так правильно, на мой взгляд. Посмотрим. Дарксир против Верки, что по крипам? 8.1. 9.6 Дестройер, да, Дестройер пока впереди всех. Даже пугна не может. Ничего сделать, попадает стрела, очень неприятная. Идет заморозка, сейчас у Лича, Тайт очень битый. Миранов делает лип, откидывают в ФБ, кто забирает в ФБ. ФБ все-таки забирает Виномансер. Можно сейчас отступать, Мирану очень больно тыкает сейчас в Винге. Приходит Тайт, Тайт откидывает Гаш. Веника, Веник битый. Заходит здесь же Лич, хороший стан. И Мирану забирает Опарэйшн последней пичкой. Но Бэтс очень неплохо себя проявляют пока что. Вообще очень хорошо играют, я бы сказал. Опять у них вот эти вот качели они запустили. И в принципе разменялись. Да, они отдали ФБ, но все равно они забрали двоих. В том числе и Мирану, что сделать было не так просто. Конечно, ошибка Мирана, не стоило ей так вперед лететь. Да, у нее действительно хороший урон на фоне остальных здесь. Хороший рейндж, но не стоит недооценивать Тайда. И Вингу, конечно. Винга, я так понимаю, хилится пошла, да. Есть у нее сапожок. Опарэйшн без ничего, так же ничего не имеет. Тайт. Все-таки Винга. Имеет больше чуть-чуть. Винга, Опарэйшн. Понятно. Ну, Винга забрала килл. Понятно. Стоит Дестроер грамотно со стиком Мирана, убирает Опарэйшн. Неужели опять стрела попала? Да, судя по всему, обратите внимание на раскачку. Вот это вот очень такая уверенность от Fargotten Hunter. Два лавла стрелу. Ну, либо это мисклик, либо он действительно уверен в своей стреле, что он будет ее очень часто попадать. И, скажем так, стрела-то наносит очень хорошую дарчь по точечной цели. Ну, вот не качает вообще Старфол. Не могу сказать, что я вижу такое впервые. Но на более-менее неплохом уровне все-таки S4U я бы сказал, что неплохой уровень, как минимум, игры. Конечно, в чате сейчас найдется 100 тысяч профессионалов, которые скажут, что пошла стрела опять, но на этот раз не попадает. Да, был осторожный по рейшу. Попадение рано стрелу было бы очень неприятно. Дарксир держится против Вендранерки достаточно уверенно. И Дестроер. Это полуфинальная игра должна быть. S4U против... Ну да, S4U достаточно давно сидели в финале. Бет у нас пробрались. Это верхняя половина сетки. В нижней половине сетки играют... FTG против... А я не помню против кого. А сайт у нас до сих пор ЕСЭЛевский лежит. Вроде как, по лагерам ситуация стабилизировалась. Тьфу-тьфу-тьфу. Стер-бласт. Дестро ни под что не попадает. Да, я раскачал он... Раскачал он ульт. ДД у пугны. 4 единицы НТ из нее высосы. Но мы видим, что несмотря на то, что 4 единицы НТ она потеряла... Абсолютно равные параметры с Дестроером. Все-таки прибавка дает о себе знать. Колоссальная. Нужно очень много Дестро настекать против пугны, чтобы суета ее как-то продамажила. Хорошая стрела пошла в Вингу, но с достаточно близкого расстояния минусует вина Мансера. Очень агрессивные здесь триплы. Тайт заходит. Гаж замахивался уже дать. Гаж дает в лича. Стан минус лич. Да, как серьезно сейчас напрягают своих оппонентов. Здесь же минус оперейшн все-таки от Мираны. Оперейшн заигрался, однако Мирана получает гаж и Мирану догрызают крипы. Вномус гел. Вианик догоняет Тайдер. Ну, такая вот агрессия все-таки, на мой взгляд, на руку больше нотбет. Потому что, обратите внимание, у них трипла все-таки с Вингой. Винга, да, можно сколько угодно говорить, что это можно качать ее в кэре. Но все-таки, по сравнению с Мираной, это вариант не такой хороший. Во всяком случае, если вы не переформите Мирану, то это определенно нехороший вариант. По сути дела, ввязываясь вот в такие качели, особенно выигрывая замесы здесь, 5-3, 4-3, все время в свою пользу немножечко раскачивают. Пошла стрела, оперейшн попадает под 5-секундную стрелу. Веник мажет вину мозги, лол. И это сейчас, может быть, шант для оперейшна? Нет, все-таки это минус оперейшн. Конечно, такой колоссальный дэмэджинг получил, что... Да, действительно, три уровня в стрелу. Ну и пока что процент попадания не очень хороший. Три попал, две не попал, потому что я видел. Фурготный Хантер очень неплохо себя показывает. 4-5. Если бы не эти стрелы, то счет был бы вообще где-то 5-3, суммарный. Или 5-2 даже. Ну, две стрелы неплохие, дают о себе знать. Посмотрим график. По золоту, все, плюс-минус. Хороший вином изгел, виномантер попадает. И переваливают, на этот раз качели в сторону S4U. Сумасшествие, просто сумасшествие. Вингу забирают, пользуясь тем, что оперейшн не было. Немножко она неаккуратно вышла. Более того, Тайм Тайт тоже попал. Не мог подставить свою спину могучую. Потому что рисковал очень сильно. На топе у нас все гораздо более спокойно. Дарксир против Вингранер. Состочно уверенно стоит. Дестер продолжает качаться. Конечно, Дестер кэрри, который посильнее будет. Мираны, именно по чистому ДПС. Да и вообще посильнее всех здесь имеющихся. И мне сообщает Химера, что USSR проиграли FTG. А мы же эту игру смотрели. Нет? Да, нет? Да. Видимо, это запоздалое сообщение. До сих пор сетка недоступна абсолютно. Нет, сетка появляется. Итак, NotBetS4U. FTG, SSR. Это второй полуфинал. Да, и видимо, это... Та информация как раз... Хорошая здесь стрела была. Та информация как раз, которую я озвучивал по поводу второго полуфинала. FTG у нас первый финалист. Второй финалист определяется вот в этой паре. И уже после этого финала. Который будет очень интересным, потому что выходит классная команда. И с той и другой стороны Мирана прыгает. Тайт не попадает ультом по Миране. Как же обидно. Иначе бы она могла замерзнуть. Тут же Тайт получает в себя стрелу. Получает Starfall. Спадают с ним абсолютно все бафы. Однако Пугна делает ТП. Тайт пытается убежать. Веник очень бит. И если у Тайта хоть чуть-чуть маны, да, но он не замечает Веномансера. Отхиливается на фласке и уходит. Венгу забрал Веномансер. Operation также минус. И мы видим, что не очень хороший размин. СМ-5 в пользу уже. S4U. Что Дестер? Дестер харасит вышку. Дестер продолжает качаться. У него... Нужно качать на максимальный левел ауру. Все будет хорошо. Садил Пугну в Астрал. Своровал 6 интеллекта. Нужно уже докачать обязательно до максимума ауру. Чтобы можно было просто на автокаст ставить первый скилл. Маны с ним бесконечны. Пугна, пользуясь моментом, откидывает бласт в вышку. Сжигая немножечко ХП. Ну что, посмотрим на Мирану. Миране вылетели третсы уже. Но не более того. Для 11 минуты. Все-таки вот эти качели, даже несмотря на то, что она забирает киллы. Ведь понимаете, забрать килл, забежать туда-сюда. Потом нужно полечиться. По сути дела, это тоже та же самая голда, которую бы она забирала, стоя просто на фрифарме. Ну может быть чуть больше, да. Но может быть и чуть меньше. Учитывая суммарное время, когда она отходила. Ну фонтан лычится. Туда-сюда. Пошла стрела. Стрела сейчас будет шикарная, но в крипа. Хорош, откидывает в Мирану все, что только можно. У Мирана есть лифт. Понятно, что мы за ней гнаться. Веномансер мажет очередной. Но Мусгелл. Он то ли нервничает, то ли пинг. Не знаю. Но этот скилл, которому не так сложно попасть. То ли он, наверное, пытается вообще сразу всех трех зацепить. Краюшком одного с одной стороны, другого, третьего. Польза с тем, что у Аркана есть у Тайда. Нон-стоп откидывает сейчас. В Мирану все, что только можно. Да, и Миране здесь очень сложно. Нету никакого хила абсолютно. Сейчас будет ульт у Тайда. Я думаю, с ультом можно будет ворваться, что-то показать. Дестройер уже второй раз посадил в Астрал Пугну. Своровав еще немножечко Инты. Да, вот интересная такая раскачка. Он качает Аркейн Орб, не раскачивая до максимума первой, третьей. Пошла еще одна стрела. Йох! Вот это мув сейчас от Аппарэйшна, который чуть не стоил ему жизни. Вовремя он, хочу вам сказать. И то, о чем я говорил. Мирана вынуждена идти лечиться. А это все потери времени, потери тайминга. Суммарно она теряет около минуты. Но если она прилетит обратно на ДП, то она тратит еще и голду, но чуть-чуть времени экономит. В любом случае, это все на руку сейчас. Так как Дестер на миде совершенно спокойно фармит против Пугны. Сейчас мы посмотрим Гриппстата. Здесь просто ожидается замес, врывается, тает. Хороший ульт дает Веника. Нет ульты до сих пор, с ума сойти. На Мансера также убивают. С четвером он откидывает на Музгейл. Но все это... Мирана на базе. Мирана делает ТП на вторую вышку, чтобы ее тут не забрали. Потому что ее действительно тут заберут. Виндранер остается на топе, ей нужно пушить активнее. У нее худ, Виндранер будет варить байп. Пошла стрела на максимальный рейндж. Дарксира попадает стрела. Но его тут задефят, безусловно. На него не сагрилась вышка, поэтому ему ничего не страшно. Приключается Агро на Вингу, опять на Тайда, опять на Вингу. Добивают вышку. Это, кстати, первая вышка, по-моему. За всю игру, да, действительно, это первая вышка, сумасшедший. Но и Виндранер пользуется моментом. Но Виндранер вряд ли сможет пробить вышку. Тем более ей уже летит пирожок. Хорош! Стягивает ее еще под вышку, но уходит она на Виндране. Мека, Дестройер. Интересно, вообще, через Мек убил. Ну, еще раз говорю, что Дестройера я видел крайне мало, поэтому... Посмотрим, что здесь он из себя будет представлять. В любом случае, дамедж-дилер хороший в этот момент. Мирана опять минусует. Опарейшн. Это вознат лаг, бат, скилл. 55 инты. Мне просто интересно, что у Виномансера. Да, конечно. Разрыв колоссальный. В инте. С веником. Но это только с веником. Сейчас закончится дебаф. Дебаф просто. Да, 6 инты. Приходит на мид. Будут пушить на миде вышку. Миран остается на ботами и, наконец-то, получает себе немножечко фарму. Влечает сейчас, будет обкинуто все, что только можно. И ловит он ульт-опарейшн. Стоит на хосте, убегает, стягивая чейнинг нову. Ведь так называется ульт. Нет, чейнг фрост называется второй дотик. Рубна ловит колд фейт, убегает с под него. Ну, сложно таким пиком, конечно, кушать, но и дефит-то особо нечем. Вытягивает веномансера, ульт тает. Дестроер минусует. Нужно себя прятать в астрал, наверное. Он откидывает сейчас ульт. Ну, как мы видим, что в пугне ульт его не так страшен. О, боже мой, неужели нет ничего добить, опарейшн? Да, этот мув стоил ему жизни. Лич выговаривает, что-то аппарейшн ему. И отключается у нас химера от игры. Нужно он паузит. С перепугу венга запаузила. Думала, что кто-то из игроков вылетел, но нет. Тайд Аркан, Ринг оф Хеллз, Дестроер с помощью Мекки. Отхиливается. Ну, вот интересный такой вариант. Хилиться он Меккой. 900 хп всего, я так понимаю, это будет БКБ на действии. Но не сомневаюсь, что это сразу будет Аганим. Это, конечно, все круто, но... Как-то... Дарксир, Дарксир уходит сейчас и уйдет. Пугна, Декрепифайн, Апарейшн, Незербласт. Хороший, колдфит стягивает Апарейшн. Шикарный Дарксир. Замерзает, пугнает и минус пугнает. Великолепная игра от Дарксира. Вакуум просто шикарный. Тайд запускает вперед. Тайд забегает, Тайд откидывает гаш, но уходит. Вендранер. Вендранер там пайп, поэтому... Ну, не пайп, пока что хут, наверное, только. Скоро будет пайп, поэтому и особо не страшно эти гаши. Дестройер, пользуясь моментом, пушит. Посмотрите, у нас стянулись в пятером на топ, в четвером, потому что пугна пока что в алтаре. Но ситуация очень опасная. Мирана заходит так вот с подветренной стороны. Нет, все-таки не решается она. Ее здесь должны были видеть. Тем временем Дестройер не теряет времени. Приходит ему пугна и пугна... Хороший бласт. Пугна заставляет Дестройер развернуться. Да, свой редикюль в виде Мекки Дестройер носит по всем лайнам. С помощью него пытается запушить. Потому что Мека великолепно помогает в пушах. Можно подхилить крипоху, кастануть им броню. Астрал. Ну и сейчас посмотрим на Мирану. Мирана, лип, вакуум. Сейчас будет вакуум и затянут обратно. Так и есть, Мирану затягивают. Один удар, второй удар. И Дарксир дожжет, скорее всего. Да, так и есть. Шикарная игра Дарксира и Дестройера. Конечно, Дестройер не прощает просто такие врывы. У него уже вторая ульта. А это очень и очень больно. Говорю, даже пугне, который не нанесет, скорее всего, урона, потерять 75% в текущей маны, это не очень приятно. Особенно, если у него было много изначально. Если это была полная мана, то теряет она все вообще. Остается 25%, но что может с 25%? Один прокал дать? Это несерьезно. Курьер в этот момент летал в чужой магазинчик. Энерджи Бустер у нас. Энерджи Бустер у нас несет, видимо, Дарксиру. Дарксир с арканами будут. Здесь же заходит Тайд. Дестройер в этот момент сажает Виндранер под Виндраном. Стрела мимо. Ну и Виндранер пытается хоть что-то откинуть. Хороший ульт, отлича. Но Тайд все-таки заяведил как мог. Виндранер разрывает ульт, а Дестро самоубийственный просто. Врыв Адмираны. Вообще от Рейдиантов самоубийственный врыв. Парксир такой шикарный. Дабыл килл пугна. Дарксир где-то находит. Я не совсем уследил где. Да, видимо, здесь где-то заперли. Тем не менее, Дестро получает еще несколько киллов. И с довольной улыбкой отходит. А нет, Дестро забрали, лол. Вот это я не заметил. Что-то вообще у меня проблемы. Летит ульт Апарэшна. Смотрим на Лича. Но Лич успел отъехать. Да, прилетит этот ульт буквально на долю секунды раньше. Осталось бы у Лича совсем чуть-чуть хп. И могло бы его, наверное, дожечь. Его и так чуть не дожгло. На 60 хп больше, чем нужно. У него осталось. Пугна. В свап. Откидывают в пугне все, что только можно. Да, и пугна улетает. Виндранер пауэршотом пытается отстрелиться. Но ничего не получается. Я так понимаю, где-то пайп должен уже быть у Виндранерки. Либо из-за того, что ее забирали, действительно нет денег. Но опять же, опять же, команда NotBet у нас... Посмотрите, у нас тенденции современной доты вполне соблюдены. Потому что... Как играют современные топовые команды? Они активно пушат. Посмотрите на Na'Vi. Посмотрите на Quantic Gaming. Очень активная игра. Здесь у нас кто выходит в финал? Это FTG, которые запушили своими агрессивными пиками. Все, что только можно. И NotBet, которые давят, давят, еще раз давят. Не сказать, что у них прям такой агрессивный пик, но давление от них неплохое. Пошла стрела. Не долетает стрела. Слишком далеко. И Смоки юзают. Однако здесь видят, нету Тайда ничего. Стягивают всех под ультопарейшн. Шикарно. Беномансер минус. Минус Мирана. Минус все вообще абсолютно. Остается только Пугна, которая осталась на ботами. Великолепный вакуум от Дарксира. Вот так вот стянуть под ультопарейшн нужно тоже уметь. Там не такой был большой кружок. И он еще даже не отображался. Но в любом случае, очень неплохо. Отмечаем тимплеем команды NotBet. Ставим жирный плюсик, жирнейший. С таким тимплеем можно далеко пойти. Дестройер практически сварил БКБ. Урон, конечно, колоссальный у Дестра. Сколько идет от маны еще? 9% от маны. Маны у Дестра сейчас 1300. 9% это где-то 100-110 урона. Потому что от 1000 это будет 90. Но в любом случае урон очень-очень неплохой. И дальше будет только больше. БКБ есть на Дестре. Посмотрите, что делают NotBet. Не помещаются в лес. Лезьте, лезьте, сейчас спалитесь. А вот не знаю, видели ли их или нет. Скорее всего, видели. Видели, видели. Пошла стрела туда сразу же. Стрела не попадает, лол. Ну как можно было не попасть? Видели же. Да, и врываются NotBet. Вот так все равно. Вот эта досада принесла им успех. Влетает все в Дестрой. Дестрой будет ли он юзать БКБ? Да, он юзает БКБ. Минус 2. Дестрой сажает в Астрал там. Ну, по-моему. Нет, Веча сажает в Астрал. Но Мирана не дает ему спуску. Пока все-таки ХП у Дестрой не так уж и много. Тем не менее, размен 2 в 0. Абсолютно тоже в пользу NotBet. И у NotBet целы все вышки. Что же касается клана S4U, у них остается только 2-2 вышки. И счет 4-0 по ТВ-рам. Это очень-очень серьезно. Если мы посмотрим на график ХП, более 5000. Почти 7500 имеют преимущество по ХП. это не так плохо. Но 10 тысяч по Галде это еще лучше. Смотрим на закупы. Посмотрим по чистой Галде. Мне интересно, Дестрой будет Мирана. Дестрой обгоняет всех с очень серьезным отрывом. Мека БКБ. Поселите меня. Стример еще тише говорить начнет. Нет, я не на зло. Тайт забирает Эйджос. Интересное решение, видимо. Ну и, видимо, из-за того, что он будет врываться. И, в принципе, здесь Дестрой пока не могу сказать, что он имеет прям явный такой перевес по дэмэджу. Более того, имеет он не так много ХП. Способность быстро разваливаться, поэтому нужно быть очень осторожными. Тем не менее, скоро третья ульта с хорошим множителем. Но, еще раз напоминаю, если меньше 500 повреждений наносит третья ульта, меньше чем 270, если наносит вторая, урон не наносится вообще. Дестер танкует под вышку. Ну, сейчас я так понимаю, юзанет Меку. И даже не юзает Меку. Здесь же Курьер зачем-то. Курьер кому-то что-то принес. Курьер без боя просто отдают С4Ю и будут дефить. Ну, пока что Нотбет... Нотбет, да, потому что Нотбет. Нотбет выглядит... Нотбет. Вполне себе. Тайт взлетает на хосте. У него нет еще ульта, об этом никто не знает. У него есть Эджис. Он поднимает на себя весь урон, который только может. Это его задача. Во-первых, потому что это сам по себе неплохой танк. Во-вторых, потому что у него Эджис... Ох, какая стрела, битву! Но Тайт. Что творит Тайт? Посмотрите, как боятся его. Тайт входит, сразу все разбегаются. Потому что ульт. Потому что Тайду надо уважать. Тайду нельзя не бояться. Получает он еще пауэршот. Ему ничего не страшно. Абсолютно. Его Эгис. Кастован пайп. Получает шекл. Привязывают. Тайт входит в него весь вообще урон. Кроме вышки, все. Докастовывается в Тайду абсолютно. Стрела попадает сейчас в Дестроера. Но Тайт. Стягивают всех. Ханккор, Смэш и ульт Дестро. С ума сойти. Минус 4. 4 в 2. Размен. Дарксир, Аппарейшн. Пали. Смертью храбрых. Амирана выкупается. Выкупается Дарксир. Остается только... Аппарейшн сейчас мертвый. Команды. Ну какой... Какой Старфол от Мираны? Ниндзя Старфол. Так называемый. Очень хороший дэмэдж от Дестроера. Вот теперь уже преимущество по дамаму. Уже очевидно. 3 секунды до Астрала. Нужно веника сажать в Астрал обязательно. Что такое? Почему не сажают в Астрал? Уходит. Уходит Дестроера. Продолжает тачковать Мирана. Спасается Дестроера. Некоторое время тает в этот момент. Ой, какой Старфол плохой. Ой-ой-ой, какая ошибка Мираны. Зачем же так рано Старфол? И Дестроера успевает еще перед смертью дать ей 2 тычки, которые оказываются фатальны. Да, теперь Дестроера очень себя неплохо чувствует. Аутворд Дестроел выкупается. У него есть Форстаф. Это еще немножко к НТ. Еще немного к мане. Еще немного к урону. И что самое главное, ну это сейчас является вообще стандартом для Дестроера. Форстаф, чтобы догонять как-то. Чтобы ловить Астралом тут же Форстафить себя. Либо наоборот Форстафить ловить Астралом. Астрал 8 секунд. Это более чем достаточно. Конечно, очень жесткая тема. На 8 секунд, считайте, вы выключаете абсолютно. Более того, если вы сами влетаете не очень удачно, и по вам идет там колоссальный фокус, все что можно, у вас остается мало ХП, можете на 8 секунд закинуть себя в Астрал, в тот момент, когда ваши оппоненты, которых не было в кастовом, там ничего, либо очень мало разбирают врага. Тайд. Тайд до сих пор не потерял Эджис. Это интересно. Декрепифай, Незерпласт, но для Тайда это все не очень. Даже сейчас съесть, подойду дерево, чтобы еще и регенит дополнительно. Ну, мелочи, но приятно все-таки. Уходит опять на ботом. Бараки-то не сломали, да. Я за этим даже не обратил внимания, что бараки до сих пор в целом. Но преимущество шикарное сейчас. По голде просто 15 тысяч. Также по игре. И Дестройер, который разнит все и вся. Стрела Виндранов. Виндранов сейчас был Виндранов. ВР, ВР сейчас будет Виндранов. Хороший ульт Оперейшена. Колдспид, Виномантер, ульт. Сейчас здесь же остается Дестройер. Дестройер кастует ульт. Слабин. Кубны. Кубна умирает. Да, Вингу я всем называл Виндранов. Вр, Варейшен выходит. У Дарксир уже аганим с ума сойти. Очень быстро аганим. Пытается Амирана подрезать сейчас. Апарейшен, но аппарейшен не так просто. Но это минус бараки. Мало того, что минус бараки, еще разменялись опять 4 в 1. Опять не поживает у нас только Амирана. У меня эта присылка мне бы попалась, но от этого не легче. Пошла стрела. Апарейшен ловит стрелу, но подойти Миране, конечно, не дадут. Даже если она подойдет, получит либо астрал, либо просто какой-то жесткий прокаст. Ну, я думаю, команда Нотбет выходит в финал. Вряд ли, что вы сможете остановить. Дарксир с аганимом. Дестроер заряженный. Тайд просто неуязвимый. Еще до сих пор Сейджес. Страшнейшее оружие. В смысле, сейчас он будет заходить, и все будут его бояться. У него, правда, нет ульты, поэтому он будет не так сильно бояться. Но все равно выходит вперед, танкует, получается, все, что только можно. Сва плеча, Личан тут же убивает двух тысячах. Дестроер. Высасывают хп из венги. Минус внука. Ху-джульт опорейшена хороший. Битый дестроер. Дестроер нужно отступать. Он юзает меку, тает. С сих пор не потерял эджис. Сумасшедший. И 4600. Сейчас можно покупать все, что угодно. Можно ривер себе купить. Можно купить кирасу. Ну, не целиком, конечно. Ну, хотя бы гиперстоун. Я думаю, кираса здесь будет отличным альтемом. Можно купить даггер, чтобы врываться. Но мне кажется, реально, для такой стадии игры, учитывая, что вполне... Ну, вынуждают, скажем так, оппонентов драться все равно. На хг все равно все должны будут как-то дефить в бараке. На этом можно покупать не даггер, а смело идти на кирасу. Сейчас, допустим, покупать себе гиперстоун. Ну, посмотрим. Может быть, он ривер себе купит. А, шиву. Да, действительно. Хорошая тоже вещь. Шива, конечно. То есть, что-то такое, скажем так, более применимое в боевом плане. Ох, это сходу шива. Хватало на нее денег. Ну, девайс из таких, скажем так, топовых артефактов, именно топовых, стоит шива чуть ли не меньше всех. Ну, не знаю, что еще стоит меньше, чем шива. Хотя эффект от нее колоссальный. Это и аура, замедление скорости атаки. Дарксир ловит 5-секундную стрелу. Но, опять же, на него летать не вариант. И, конечно же, это Arctic Blast, по-моему, называется. Да, Arctic Blast. Способный еще немножко и магического урона, и замедления дополнительного. Ну, в общем, полезная тема. Конечно же, не забываем про плюс броне. И вот это начинается. Имба, из-за которой Дарксир сейчас банит. Посмотрите, что. Дарксир ставит стенку, начинает через нее бегать и сносить вышки. Более того, Тайт чувствует свое превосходство. Чувствует то, что у него Эджи до сих пор. Он... Да, забыл шиву. Забыл рецепт шивы. Провал. Минус Тайт, но это только Аеги. Он сейчас ставит воскресенье, ты с под ульт. Мирана попадает под ульт. Дестроер вырубает. 12-2, дестроер шикарно. Болд фит на Миндранер, но не успела она замерзнуть, потому что эффект заморозки 10-го во время Астрала. ГГ, Гейл и Некст желаются с Фор Ю, и это победа. Дестроер шикарно. Да, как 4 секунды Астрала. Лол, действительно 4. Что-то я переборщил. Это забирает 8-10 интеллекта. Согласен. Фейс-пал. Нежно, что Сиро, атака имба. Но на самом деле, я бы не говорил, что это действительно такая имба. Нужен очень рукастый Дарксир, чтобы все так делать. Именно вовремя тянуть. Да, ну, меня поправили. Наверное, вчера вылетели из Dignitas Invitational. Интересно, они вылетели своим первым составом, либо опять там были какие-то у нас замены. Итак, мы ждем последнего финального матча. Обновим сейчас сетку. Убедимся, что должны играть For The Glory против Not Bad. Да, так и есть. Ждем сейчас... Ждем сейчас... Согласен. 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 Продолжение следует...